Тем не менее, о том, что действительно мы сегодня уделим значительное внимание погоде, а конкретно о том, как можно измерить температуру воды в море, и при этом, чтобы эта информация была досконально точной, даже если вы не находитесь в этом городе. Но подробнее уже расскажет Даша Шарипова. Планируя поездку на море, мы в первую очередь интересуемся температурой воды. Где же взять точную свежую информацию, если знакомых из этой местности нет, а данные из погодных сайтов недостоверны? А ведь эту проблему уже давно решили энтузиасты из Севастополя. Мы с другом сидели, обсуждали, как можно знать температуру воды в режиме онлайн. Сначала хотели звонить спасателям, откинули эту идею, потом думали ставить какой-то датчик на один корабль и пускать его вдоль всего берега Крыма. Но самым эффективным способом оказалось, что нужно разработать какую-то стационарную станцию Буёк, установить её на мёртвый якорь, чтобы она на одном месте была неподвижна, и отправляла данные. Устройство закрепили в 50 метрах от пляжа. Так оно и отдыхающим не мешает, и даёт наиболее точные данные о температуре воды у берега. Участники проекта пытались максимально удешевить конструкцию Буя, поэтому его корпус сделан из обычных дорожных конусов. Снизу расположен тепловой датчик. Расскажи, пожалуйста, что находится внутри этой красной штуки. Это буй. Красная штука — это корпус. Сверху идёт шапка и стекло. Под стеклом солнечная панель. Она получает от солнца энергию и накапливает внутри в аккумуляторах. Также находится плата и GSM-модуль. С помощью мобильной связи информация о температуре попадает на сервер. Пользоваться сайтом может каждый. Нужен лишь доступ к интернету. Синяя метка — корабль с тепловым датчиком. Белые — спутниковые данные. А зелёные — это сами устройства. Летом работало 17 таких буёв. Теперь с похолоданием оставили 11. Первое устройство установили в Балаклаве. Сейчас они покрывают практически всё Крымское побережье. От Евпатории до Феодосии. Здесь, в Парке Победы, буй проработал исправно два года, но уже пришло в негодность. Скоро его заменят на новый. Уже готов макет улучшенного приспособления. Оно изменится и внешне, и внутренне. Увеличится количество датчиков. Теперь их будет пять. Заменят и старый процессор. Сверху стекло, которое было плоским, закрывало солнечную панель. Мы сделали сферическое стекло. И под него построили пирамиду из солнечных панелей, чтобы больше солнца можно было накапливать. За время существования проекта ребята не раз сталкивались с неприятностями. Выходили из строя датчики и процессоры. Бывало, что устройство сбивали иногда проходящие мимо судна. Мы довольно часто, там, раз в месяц или два забываем заплатить за интернет. Пропадают данные со всех буйов, и мы ищем в чем проблема. И в последнюю очередь только проверяем балансы сотовой сети. Крымский полуостров – не предел. К следующему сезону ребята планируют установить буи вдоль Краснодарского побережья. Также сейчас рассматривается возможность запустить проект в Каспийском море. Дарья Шарипова, Максим Турчев. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова